1 ноября учебный парусник Даллеры Птуза Паллада отправляется в кругосветное плавание в честь 200-летия открытия Антарктиды. В памятный рейс также выйдут Барк Крузенштерн из Калининграда и Барк Седов из Санкт-Петербурга. По плану экспедиции Паллада выйдет из Владивостока, проследует через Тихий океан, обогнет мыс Горн, далее Южная Атлантика, а в феврале маршрут экспедиции максимально близко подойдет к Антарктиде. После Паллада обогнет Южную Африку и проследует до Владивостока, тем самым завершив кругосветное путешествие. Для Паллада это третья кругосветка. Первый раз парусник огибал земной шар в 2007 году и тогда он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый фрегат. А буквально накануне судно вышло на ходовые испытания. Работоспособность всех систем судна проверяли в бухте Золотой Рог и в Амурском заливе. Плавание, конечно, скажем так, длительное, поскольку в большей степени у нас два, максимум три месяца. Здесь порядка семи-семи с половиной месяцев, может даже чуть-чуть побольше. К слову, судно в этом году отмечает юбилей – 30 лет. Оно было построено на польских верфях в городе Гданьске в 1989 году. На борт парусника прибыли курсанты из морских учебных заведений, причем не только приморских, но из Сахалина, из Новосибирска и Крыма. Во время учебы они осваивали одну из первичных рабочих специальностей и теперь смогут стать матросами, электриками, мотористами или радиооператорами. Это воспоминание такое очень хорошее, впечатляет, ну, впечатлительно и надолго его запомнишь, засядет в душу, так сказать. И можно будет рассказать потом своим потомкам, внучкам, детям о том, что побывал в кругосветном путешествии. Мне нравятся парусники, мне нравятся эти рейсы, потому что это, как бы, для моей специальности это очень хорошая практика. Вот. И хотелось бы попасть, потому что очень много городов будет, очень много разных стран, и, как бы, путешествия это, в первую очередь, в сторону чего стоит пойти. Напомним, честь открытия шестого континента Антарктиды принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции в составе двух военных шлюпов – «Восток» и «Мирный». Парусники отправились в плавание в июле 1819 года из Кронштадта, а 28 января 1820 года вошел в историю как день открытия Южного материка. Отметим, что шлюпы «Восток» и «Мирный» пробыли в плавании 750 дней и прошли более 90 тысяч километров. Плавание парусника «Паллада» начнется 1 ноября 2019 года и продлится до июня 2020 года. Максим Яковлев, Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.